В 40 губерниях советской страны в 1922 году, 100 лет назад, бушевал голод. Симбирская губерния, которая в 1924 году была переименована в Ульяновскую губернию, не стала исключением. В фондах областного краеведческого музея хранится альбом с фотографиями, отчётами, отражающими тот период в Симбирске. Он был сделан губземом по статистическим данным. Он уникален, это как бы доказано, потому что он рукописный, альбом из фондов нашего музея, который был подписан уже в июле 1923 года, то есть буквально по следам событий, о которых мы с вами говорим. Этот альбом предназначался для демонстрации на Всероссийской выставке сельско-козяйственной и кооперативной в уголке Владимира Ильича Ленина. В альбоме размещены 23 фотографии, в основном детей, самой пострадавшей беззащитной части населения Симбирской губернии. Первое время их кормили в многочисленных приютах Симбирска. Когда исчезает возможность кормить, ставится вопрос перед центром на согласование о вывозе 15 тысяч детей из Симбирска. В итоге вывезли 7,5 тысяч по разным причинам, в более благополучные территории, там и на Украину вывозили, на северо-запад страны, и даже был вывоз 600 детей в Числовакию. Дети страдали не только от голода, но и эпидемии ТИФа, которая косила каждого десятого симбирянина. На улицах Симбирска тогда обнаруживали до 180 трупов в день, и трудно было разобрать, кто погиб от голода, а кто от ТИФа. Альбом, представленный в музее, оформил симбирский художник Петр Семенович Добрынин. В мае 1922 года он был отправлен в командировку в самые пострадавшие уезды Симбирской губернии. Там он сделал эскизы, которые позже превратил в открытки письма и распространил по стране с целью получить помощь. На сегодня в фонде музея хранится 12 открыток писем, сделанных с эскизов Петра Добрынина, и 10 плакатов. Их передала она хранение вдова-художника в начале 1970-х годов. Плакаты косвенно дают информацию, каким образом пострадавшая часть страны выбиралась из голода. Прежде всего стоит отметить, что моментально в молодой Советской Республике был создан комитет ГУПКОМПОМГОЛ – Губернский комитет помощи голодающим. Однако тех ресурсов, которые были, катастрофически не хватало. На помощь пришли международные организации. В самый тяжелый период года, это осень и осень 21-го и зима 22-го года, именно в этот период была самая мощная рука помощи, международной помощи. И в первую очередь мы должны будем назвать американскую администрацию помощи, которую возглавлял ГОВЕР, будущий президент Соединенных Штатов. И они здесь открывают столовые для детей. Первоначально по договору они обязались 1 миллион детей кормить. Затем, понимая весь ужас ситуации, американская организация начинает кормить и взрослое население. Оценивая эту помощь, председатель ЦИК Михаил Калинин отметил, что 10,5 миллионов советских граждан были спасены этой международной организацией. Еще полтора миллиона населения страны были спасены движением Верховного комиссара Лиги нации Нансена. Интересно, что на плагатах эти организации возникли в виде толстопозок буржуев с призывом «На запад надейся, а сам не плашай». Ирина Антонова, Александр Кудряшев, Уллправда ТВ.